Так, мы с вами продолжаем участвовать в восхитительном процессе освоения настоящих серьезных знаний. Вопрос, который позвучал до перерыва, состоял в том, что получается, что информацию лучше вообще не передавать. Первое, что я хочу сказать, что это то, чем обычно люди занимаются. Так, эго действует. А знаете, как эго действует? Эго не хочет никогда себя менять. Поэтому человек, у которого сильное эго, он узнает что-то восхитительное, что его вдохновляет по-настоящему. Но что он делает потом? Он приходит домой, собирает своих домашних, сажает их в несколько рядов перед собой и начинает объяснять им, как они должны себя вести, чтобы ему нормально с ними было. Поднимите руку, кто уже участвовал в таких неавторитетных процессах передачи знания. Вот смотрите, когда вы пытаетесь передавать знания так, то знание, оно, как вам сказать, от этого знания люди бегут, как тараканы от дихлофоса. Замечали это? Разбегаются просто во все стороны. Потому что знание, чтобы оно увлекло человека, смотрите, оно должно быть вами прожито. Что значит прожито? Это означает, оно сделало вас счастливым. Или успешным, что, ну успех, кстати, тоже счастье должен приносить, а не просто что-то. То есть, когда у вас есть этот опыт реализации, здесь много даже говорить не нужно. Вы просто только посмотрели на человека, он уже сказал, хочу знать все, что ты знаешь. Понимаете? Поэтому по-настоящему вы знания сможете передать тогда, когда вы его реализовали. Еще раз хочу сказать, первый год обучения здесь, это в основном ваша внутренняя работа, работа с собой. Вот делайте на это акцент. Не торопитесь становиться ненадежными передатчиками. Я помню, вы говорили правильно, что мы можем передавать диски. Да, вот передавать кого-то, кто передает знания, это вы можете. То есть, в этом смысле, диски, книги или пригласить людей куда-то, это более, в смысле, естественная вещь. Потому что вы связываете людей с кем-то, у кого есть реализация. Да, это работает. То есть, в этом смысле, спасибо вам большое, что если вы очень вдохновлены, даже если вы не очень вдохновлены, а все равно вдохновлены, то как-то свяжитесь людей. Это хорошо, когда знания расходятся.